Ты живёшь по инерции. Пробки, работа, знакомые маршруты Удобная обувь Каждое утро ты сливаешься с толпой Пока не наступит час икс День, который нужно встретить готовый на все сто И выглядеть великолепно Но что делать, если на подготовку остались ровно сутки Мы знаем, кто тебе поможет Успеть за 24 часа Модное шоу на СТС Где сбываются мечты Стилист Александр Рогов и его команда За сутки перевернут твою жизнь Только здесь офисная скромница Может превратиться в аренби-звезду Домохозяйка в диву итальянского кино А воспитательница детского сада Фамфаталь Всего 24 часа И самая обычная девушка станет той Которой оборачивается вслед Всем привет, с вами Александр Рогов И вы смотрите модное шоу Успеть за 24 часа на СТС Наша сегодняшняя героиня Юля взрослая девушка И у нее никогда Слышите, никогда в жизни не было отношений с мужчинами Можно ли наверстать упущенное всего лишь за сутки И как не остаться навсегда старой девой Не будем терять времени Едем за Юлей Юля Почтовая Настоящая дюймовочка Полтора метра роста 40 килограммов веса И 33 размер ноги С такими параметрами Прямая дорога в детский магазин Именно там 30-летней девушке Приходится покупать одежду и обувь Испытываю неловкость Кажется, все оборачиваются, смотрят Хотя делаю вид, что подбираю, может быть, ребенку Хотя со стороны сама, как ребенок И очень смущаюсь этого Вот так, смущаясь и стыдясь своей внешности Девушка живет последние 10 лет Никакой романтики Только бесконечная учеба Обязательно какие-нибудь курсы А теперь еще и работа 7 дней в неделю Но и здесь диссонанс Дизайнер сумок Выглядит как сирота казанская И такому специалисту я сама понимаю Что, наверное, не доверяют или не верят в него Кажется, мой вид довольно неаккуратным Неухоженным Не создается впечатление, что я вся, наоборот, поглощена работой Что мне некогда уделять внимание себе Юля боится своего отражения в зеркале А когда слышит вопросы о личной жизни Готова разрыдаться У нее было всего два свидания И то неудачных Свидания, которые свершились в моей жизни Я встречала в таком виде То есть я считала, что человек я неплохой Поэтому меня будут распознавать не по одежке Но через какой-то период времени Я сделала вывод, что, наверное, это все-таки играет роль Юля твердо решила Нужно меняться Ведь завтра она снова пойдет на свидание Молодой человек, с которым девушка познакомилась в интернете Пригласил ее на ужин Хочу появиться девушкой А не подростком Быть красивой, неотразимой Удастся ли Александру Рогову исполнить мечту Юли? Сможет ли девушка обрести женское счастье? Узнаем через 24 часа Юля, привет! Какая ты малютка! Какой у тебя рост? Метр пятьдесят Смотрите! Я еще понимаю, размер ноги вот такой? Какой? Да, как у Золушки, тридцать третий Тридцать третий? Тридцать третий, тридцать четвертый, да Юль, ну, тридцать четвертый размер попробую найти С одеждой, я думаю, я тоже справлюсь Прямо сейчас отправляемся в мой офис По дороге расскажу о правилах программы Окей Пожалуйста Сейчас быстро рассказываю о правилах программы Сначала нужно сдать мобильный телефон С удовольствием Юль, я хочу, чтобы ты была без связи Во-вторых, ты не останешься ночевать сегодня дома Я забронировал гостиницу В-третьих, совсем скоро мы закроем зеркало И ты не будешь видеть своего отражения до завтрашнего вечера Это не страшно? Я в него не смотрю вообще Я думаю, что завтра, когда ты увидишь себя новой Тебе захочется смотреть в зеркало очень часто Я тоже очень надеюсь Ну, и на самом деле, единственное, что нам может помешать Это время, московские пробки Но я надеюсь, что мы успеем Засекаем время? Засекаем С этой минуты ровно 24 часа у меня и моя команда есть на твое преображение Время пошло Юль, я прям сразу к делу перехожу Как так получилось, что ты завтра вечером в третий раз в жизни идешь на свидание? Ну, Саш, эта история, конечно, началась давно Однажды я влюбилась Мы работали вместе, бок о бок С молодым человеком Ну, он меня не замечал, конечно Очень долго страдала Спустя три года я решила так Клин-клиново выбивать Проявила инициативу Начала в интернете До чего я опустилась Знакомиться с молодыми людьми И через какое-то время встреча первая произошла Он приходит, я прихожу Такая, какая ей есть Джинсы Непонятная кофта безразмерная Кроссовки Вот Его реакция просто такая На тебя обидно было? Ну, конечно, за дело Потом, через какое-то время Я снова решилась Уже не стала лгать, сколько мне лет Ну, скажу правду А, ты еще и обманулась в первый раз Ну, да, я немножко Так, сколько тебе было и сколько ты сказала? Мне было 24, я сказала, что мне 20 Так, а фотография была настоящая? И все равно его шокировало, понимаете? Фотография была настоящая? Фотография настоящая Но, видимо, он все равно представил, что там высокая, стройная девушка И он выходит тоже и говорит Да, теперь я понимаю, почему тебе никто не дает твой возраст Ну, ты действительно выглядишь не на 30 Ты даже не выглядишь на 20 Ну, да, ну, со спины вообще 15, наверное Меня смущает тот факт, что ты все время говоришь Ну, конечно, я же так себе Ну, конечно, было бы мне не давать внимание Ну, конечно, я ему не понравился Ну, конечно, он меня тогда на работе не заметил Я про твою первую любовь Почему? Ну, конечно Я уже не ожидаю другого И знаю то, что я не хоть и как выгляжу А ты правда считаешь, что ты не можешь никому понравиться? Правда? Правда? То есть ты урод? Ну, не урод, но... Ты непривлекательная? Непривлекательная Ты некрасивая? Нет А мне кажется, сейчас, что ты еще настолько углубилась Вот в эти свои недовольства собой Что теперь это твой образ, который тебе тоже нравится Да? Не задумывалась над этим Ты сейчас... Ты заложница своего образа Ты заложница образа Фрика, которого ты себе придумала Ты вот такая вот сидишь себе И рассказываешь мне про то, какая ты ужасная Да Я потому и пришла к вам Это не преображение Это не работа на твоем новом образом Это спасение твоей жизни Это то, что мы будем делать с тобой вдвоем Спасать тебя Пробуждать тебя Ты должна вкусить то, чего ты себя лишаешь Я сейчас хочу попросить тебя примерить твой наряд В котором ты без моей помощи отправилась бы на свидание Хорошо Давай, я жду тебя здесь Далее в программе Какой вердикт вынесет стилист своей подопечной? Вот ты могла в этом наряде прекрасно существовать 5 лет назад, 10 лет назад Вот универсальный наряд Юли Которая просто на себя забила Как Александр будет бороться с ее комплексами? Ну ты меня убиваешь Детские футболочки и бабушкины кофты Мужчину привлечь не могут Здрасте, тетя Юль Здрасте Ну, во-первых, ты вышла в том же самом кардигане Да, это мой любимый Почему? То есть и в пир, и в мир, и в добрые люди Юля ходит в розовом кардигане Да Почему платье такое? Это, пожалуй, единственное Купила его год назад, до этого вообще только брюки, джинсы О чем ты думала, когда его покупала? Главное, что оно хорошо сидит Подошел размер Юль, на самом деле здорово, что ты надела платье Тут вопрос, почему это платье с кардиганом Видимо, ты хотела его как-то усложнить Ну да, добавить цвета, что-нибудь Не так там, не смотрелось А почему ты цвет решила добавить розовой кофтой? А не ярким ремешком? Может быть, какой-то брошью? Аксессуары не очень люблю, потому что при мобильности моей Это не очень удобно, что-то где-то цепляется Поэтому я выражаю в цвете одежду максимум Юль, но здесь просто яркий ремешок, пусть даже цвета фуксии Уже это платье сделал более нарядным Сейчас я вижу тетю Мочу вот такого роста В черном платье трикотажном В этой кофте без возраста, без времени Без отношения к каким-то трендам Понимаешь, о чем я говорю? Это все настолько неинтересно Это настолько плоско Это настолько несовременно Вот ты могла в этом наряде Прекрасно существовать пять лет назад Десять лет назад Вот универсальный наряд Юли, который просто на себя забила Вот все, что я вижу Ну, ты в точку И если ты в таком наряде планируешь прийти на свидание Еще и надеешься, что это свидание с продолжением Я смею тебя разочаровать Тебе придется просто из кожи вон выпрыгнуть, чтобы очаровать мужчину Никаких бабушкиных кардиганов Хорошо? Прямо с завтрашнего дня С завтрашнего дня Хорошо Юль, мы готовим тебя к свиданию Это особое событие, которое предполагает и особый образ, особый макияж Но я очень хочу, чтобы ты после нашей программы И в своей повседневной жизни выглядела на все сто Поэтому я приготовил для тебя сюрприз Профессиональный мастер-класс от профессионального визажиста Проведет его Андрей Арбузов Официальный визажист Макс Фактор в России Который, между прочим, работает за кулисами российской недели моды Привет, Андрей Здравствуйте, привет Спасибо, что пришел Знакомьтесь, Андрей, это Юля Очень приятно Юля, это Андрей Я вас оставлю Вы работаете, скоро вернусь Скульптурирование Это использование светлого и темного оттенка пудры Для того, чтобы визуально скорректировать форму лица Я буду использовать классическую пудру Макс Фактор Фейс Финити Которая дает красивое сатиновое покрытие Ресницам мы добавим объемы и длины с помощью туши Clam Define Extensions Которая благодаря специальной щеточке не оставляет комочков Ну что, мастер-класс завершен минута в минуту Андрей, спасибо тебе большое Юль, в следующий раз свое отражение в зеркале ты увидишь только завтра Андрей, ну нам пора ехать дальше Спасибо Спасибо Поехали Привет, Глеб, привет, Лена, знакомьтесь Это малышка Юля Юля, это Глеб Пекли, его команда, они займутся твоей улыбкой Очень приятно Юля, какой повод? Свидание Прошу, будем готовиться Юль, к стоматологу ходишь? Ну, конечно Раз в пять лет Раз в пять лет? Глеб, ну давай, осмотри Юлю, скажи, что будем делать сегодня? Юля, открывайте, пожалуйста, рот Юля, а вы были когда-нибудь на профессиональной гигиене? Нет Саша, Юля у нас уникальный гость Потому что, несмотря на то, что она ни разу не ходила на гигиену У нее все хорошо и требует минимальной чистки, дентикюра И все Юль, ну это на самом деле удивительно, получить от Пекли такой комплимент Ты молодец Это генетик, Саша Что делать будем? Сегодня мы сделаем дентикюрчик и сделаем отбеливание, потому что у Юли не только прекрасная собственная гигиена, да, но и отличный тип эмали и цвет зубов, поэтому мы получим суперский результат Я тогда отправляюсь на шоппинг, вы поработайте, потому что я правда очень хочу, чтобы Юля завтра себя почувствовала настоящей звездой Ладно? Договорились Смотрите далее Александр пытается докопаться до истины, почему Юля до сих пор одинока Может быть, ты правда такая старая дева, которой все нравится Сидеть одной Сейчас я задумаюсь над этим, но вдруг это правда Урок раскрепощения Как стилист будет готовить девушку к свиданию Делай все, что хочешь Давай Да, давай Видала? Пока стоматолог занимается улыбкой Юли, я отправился на шоппинг Скажу честно, на меня свалилась такая ответственность, что я за завтрашний вечер переживаю не меньше, чем она Я просто в шоке, как можно было до 30 лет скрываться от всего мира под учебниками Юля, очень интересная девочка, но у меня такое чувство, что она на машине времени прилетела к нам из 90-х Все, к чему она привыкла, все, что она на себя надевает, это катастрофически Несовременно, неактуально, несексуально и неженственно Я хочу продемонстрировать Юле возможности нынешней моды И сделать так, чтобы она наконец почувствовала себя современной На самом деле, Юле завтра есть чего бояться В современной моде ценится сексуальность, поэтому ей придется примерить очень сексуальные вещи Мини-юбку, мини-шорты и даже мини-платье Все они будут выполнены из кожи, это важный тренд сезона Но не черного или коричневого цвета, а очень приятных осенних оттенков Вот такой бургунди, винный, бутылочный и, например, горчичный Мне кажется, на Юле эти цвета будут смотреться очень красиво Я очень люблю рассказывать, как одно простое платье преображается в сочетании с разной обувью Кроссовками, лодочками на каблуке или грубыми ботинками Но в случае с Юлей все иначе У нее 34 размер ноги Дай бог, если я хотя бы одну пару по размеру найду в магазине Поэтому я хочу показать, что, имея даже одни идеальные лодочки или ботильоны Можно создать с ними множество комплектов Смотрите, вот такие лодочки составят отличную пару простым джинсом и толстовки Запоминайте Необычные юбки с ярким декором Или замысловатому коктейльному платью Самое главное, чтобы они были удобными И тогда вариантов будет действительно множество В поисках одежды по размеру Юля отправляется в детские магазины Совершенно игнорируя магазины для взрослых Мне кажется, человеку, который профессионально конструирует кроит и шьет, как Юля, должно быть стыдно Ведь любую вещь, если она вам немного великовата, длинновата или сидит не совсем идеально Можно подогнать по фигуре Юля с этим вполне может справиться самостоятельно А те, кто шить не умеет, могут просто отнести покупку в ателье Большинство новых вещей, особенно блейзеры, брюки, пальто, нуждаются в том, чтобы их довели до ума Но кому-то нужно укоротить рукав, кому-то пустить дополнительную выточку Пара швов в нужном месте может просто преобразить силуэт и обновка сядет, как влитая Пользуйтесь моими модными советами Ну а я поехал за Юлей Глеб Саш, ты просил, чтобы у нас Юля как звезда блистала Как тебе? Ну, я считаю, что это какой-то удивительный результат Юль, покажи мне, пожалуйста, улыбку свою Очень красиво Белее даже виниров не бывает Понимаешь? Угу Ну что, поехали к косметологу? До свидания Застряла Юль, мы с тобой находимся в GMT-клинике Клинике немецких медицинских технологий Здесь решают даже очень сложные вопросы эстетической медицины Применяя прогрессивные мировые методики Это твой врач-косметолог Ирина Здравствуйте Добрый день Юля завтра идет на свидание Угу Должна выглядеть феноменально И все процедуры, которые мы делаем, должны быть без отеков, клефторан Хорошо Ну что, на кушетку положи, Юля? Ну, конечно, да Юль, забирайся, если сможешь Так, двигайся наверх, чуть-чуть повыше на плотинчик У Юли достаточно тонкая кожа Я думаю, немножко подтянуть ее С помощью аппарата У нас есть очень хороший аппарат, называется Infini Он сузит поры, подтянет кожу, улучшит цвет лица Уменьшит темные круги под глазами Еще я бы Юлечке сделала носогубные складки Чуть-чуть приподняла уголки губ И немножко увеличила контур верхней губы Я предвкушаю просто Тогда до встречи Увидимся Работайте Юль, рассказывай, как прошла процедура? Ну, нормально, комфортно все прошло Губы как будто не мои, правда Но мне кажется Ну, вернее, даже не кажется Я знаю, результат будет колоссальный А сейчас тебе нужно будет переодеться И пойти в гостиницу, там уже отдохнешь Спасибо большое Спасибо Пока Ну что, Юль, мы сейчас с тобой в гостинице Здесь останешься на ночь Здесь останешься на ночь Номер мы уже подготовили Зеркала закрыли в лифте Сделать этого не можем Поэтому придется надеть маску Ты не против? Нет Так, помоги мне, держи руку и маску Угу Успей, даже маска велика Юля Так, я буду держать рукой Пошли Так Осторожно Стоп, я сейчас вызову лифт Угу Пойдем, заходи прямо Угу Осторожно О чем ты вообще мечтаешь? Чего бы ты хотела? Чего бы я хотела? В отношениях Понятно Не на курсы пойти очередные В отношениях единственный мужчина на всю жизнь Дети Почему ты, в принципе, ничего не сделала для того, чтобы это получилось? Ну, зарыть себя хотелось после неудачи Все Сколько было неудач? Две Две, Юль Может быть, ты правда такая старая дева Которой все нравится Сидеть одной Сейчас я задумаюсь над этим, и вдруг это правда Так я пытаюсь добиться, а вдруг это правда? Может, тебе хорошо? Может, мне хорошо? Мы, в принципе, здесь с тобой собрались ради того, чтобы провести эксперимент Правильно? Посмотреть, что будет Как мы тебя преобразим, какой ты станешь И все, да? Нет Вот я увижу себя другой И может быть, я поверю в то, что я могу нравиться мужчинам И как-то оно пойдет легче Это знакомство И я войду в этот образ девушки А не этой бабушки Давай реально так думать, что твое участие в нашей программе Это точка невозврата, с которой начинается твоя новая жизнь Потому что ты действительно находился прямо на рубеже Стать старой девой самое простое Дальше продолжить сидеть в интернете Копошиться в таких своих этих бабушкиных кофтах И все Да, ты прав Это был рубеж, правда Я тебе сейчас оставлю одну Выспись хорошенько Вообще обо всем этом подумай Спокойной ночи Ой Ну вот получается Я бегала мимо зеркала Боялась своего отражения Боялась взглянуть в себя И вот эти Сашины мысли Которые он мне подал сегодня Как знак вопроса Это все равно, что действительно Остановиться и посмотреть в зеркало Посмотреть на саму себя Посмотреть на свой образ жизни Остановиться и взглянуть на это И понять, что Да, нужно намного над многим работать Над собой и над тем, что есть Далее в программе Ну ты меня убиваешь С какой проблемой столкнется Александр на примерке Ты себя не чувствуешь сексуальной? Нет Ты себя не чувствуешь привлекательной? В этом нет Как девушка научится быть самой собой? Делай все, что хочешь Давай Да, давай И чем Юля порадует своего стилиста? Правда? Ну да Иди ко мне Ранее в программе Юле Почтовой уже 30 лет И у нее ни разу в жизни не было романтических отношений А ты правда считаешь, что ты не можешь никому понравиться? Правда? Ты некрасивая? Нет Но сегодня у девушки волнительный день Она приглашена на свидание Я смею тебя разочаровать Тебе придется просто из кожи вон выпрыгнуть, чтобы очаровать мужчину У Александра Рогова всего сутки, чтобы сделать Юлю достойной мужского внимания Ей придется примерить очень сексуальные вещи Но задача у Саши не из простых Ведь его подопечная настоящая дюймовочка Какой у тебя рост? Метр пятьдесят Размер ноги вот такой Как у Золушки, 33 Успей, даже маска велика Как справится стилист с модной мини-миссией, скоро узнаем Юля, доброе утро Как дела? Как спалось? Хорошо, но я такая голодная Правда? Да, пойдет Сейчас тебя накормлю Проходи, давай позавтракаем Я голодная Юль, пока мы завтракаем Хочу открыть тебе один бьюти-секрет Утро Необходимо начинать не только со здорового завтрака Но и с правильно подобранного витамино-минерального комплекса Например, дуавид для женщин Созданного специально для представителей с прекрасного пола В его состав входит кальций, биотин и антиоксиданты Благодаря которым кожа будет сияющая, а волосы роскошными Ведь внешнее преображение, ты же понимаешь, начинается изнутри Вот так Давай, налетай на сырники и поедем на пример О, это интересненько Ну да, если честно Я такое не ожидала Я думала, что будет что-то более романтическое, воздушное Но это в плане повседневного, чего-то такого делового Мне очень нравится Давай я тебе все расскажу Почему именно эти вещи здесь Почему они такие И мы начнем примерку Да Самое главное, что тебя ничего не пугает пока Нет, меня ничего не пугает Отлично Юль Во-первых, ты невысокого роста У нас с тобой задача сделать тебя визуально выше Для того, чтобы ноги казались длиннее Я выбираю для тебя вещи с завышенной талией Во-вторых, я, конечно, сбился с ног для того, чтобы найти подходящую обувь для тебя Да, это сложная задача 33-34 размер Да даже 35-й не всегда найдешь Что я сделал? Смотри Я выбрал для тебя ботильоны Они идеально по цвету подойдут под любой из трех нарядов И альтернатива таким ботильонам – лодочки Мы сейчас с тобой заговорили об универсальности Ты можешь купить одну идеальную для себя вещь И потом к этой вещи подбирать недостающие элементы Хорошо Давай начнем примерку С чем хочешь отправиться в примерочную И какой наряд примерить сначала Ну давай, который ближе к тебе Юль, ну что? Необычные ощущения Тебя же потряхивает Я слышу Да Ну, как-то это все непривычно А то, чего я боялась Юля, этот топ Отличается от твоей майки Вообще деталями Здесь просто нет бабочки в стразах И он взрослый А майка твоя была детская Понимаешь, в чем разница? Понимаю, но все равно так открыто Что еще? Еще смущает длина рукавов Да, смотри Рукава пришлось подкрутить Но Это проблема не только тех, кому пиджак велик Это проблема тех, у кого, например, руки слишком длинные А у меня они слишком длинные Поэтому я что делаю? Я всегда поднимаю рукава Соответственно, если рукав тебе великоват Можно сделать то же самое Небрежно подкрутить Поднять Открыть локоть Потому что ты личность творческая Понимаешь, вот эта небрежность Как будто бы нарушение правил Пиджак с чужого плеча Это все может стать твоей фишкой Ну да, я чувствую, что все играет Мне нравится цвет Фактура, бархат Все отлично Еще мне очень нравятся ощущения в ботильонах Они удобные Я чувствую, что не нужно подкладывать ватку Я кайфую Наконец не нужно, да? Да А то это где-то лучше у меня Ну а какой девушкой ты себя чувствуешь? Ну, сейчас уверены в себе, да Так, кружись Кружиться? Танцуй, пой песню Давай, раскрепощайся Сейчас я раскрепощусь До твоего главного вечера Осталось совсем немного времени Делай все, что хочешь Давай Танцевать? Танцуй, кружись Меня можешь на танец пригласить Правда? Да Да, давай А что мы делаем? Какой танец? Белый танец Белый? Ты умеешь вальс танцевать? Ну, попробую Вот этой ногой назад Три, четыре. Видала? Ну что, не сложно же? Нет, не сложно. Я хочу, чтобы ты была вот такой заводилой и на свидании. Понимаешь? Понимаю. Ой, Жей, вот так она у меня стоит. И вот так она делает. Юля, ладно, давай продолжим примерку. То заболтаемся, опоздаем в салон красоты. Выбирай, платье или комплект с шортами. Платье. Смотри, эти ботильоны к платью теоретически тоже подошли бы. Но я предлагаю сейчас примерить вот эти. Идеальные. Туфель на высоком каблуке. Отправляйся в примерочную, а жду тебя здесь. Юля, какая ты маленькая, тоненькая, хорошенькая. Я чувствую себя голой. Почему? Ну, то же самое декольте. Здесь открытые плечи. А что у тебя не так? Я потому что очень худенькая. Я даже купаюсь, хожу летом. С утра пораньше, пока никого нет. Правда? Да. А чего ты боишься? Не знаю, очень худенькая. Юль, ну ты меня убиваешь. Ты не дистрофичка. У тебя не вот такие тонкие ручки плети, где видны только кости. Ты маленькая девочка, компактная, карманная. Но при этом ты очень хорошо сложена. Ты себя не чувствуешь сексуальной? Нет. Ты себя не чувствуешь привлекательной? В этом нет. Юль, тебе так идет это платье, тебе так идет этот цвет. И если ты беспокоишься, опять-таки, о размере, поверь мне, пока ты будешь в салоне красоты, я обо всем позабочусь. Это всего лишь два шва. Я все поправлю. Это платье будет сидеть идеально. Но вот именно сам образ, чувствую, что это пока не помнишь. Слишком агрессивно сексуально? Ну, наверное, скорее всего. Но я бы очень хотел, чтобы ты все-таки на сексуальные вещи тоже обращала внимание. Потому что детские футболочки и бабушкины кофты мужчину привлечь не могут. Понимаешь? Понимаю. Ну что, давай тогда в примерочную надень эти микро-шорты из замши. Еще у меня для тебя есть кое-что очень важное. Пожалуйста. Что это? Все увидишь. Юль, ну это очень очаровательно выглядит. Как ты себя чувствуешь? Ну, теперь я, это я. Правда? Ну да, я чувствую себя клево. Классно. Так, я сейчас отгадаю, почему. Здесь нет декольте, правильно? Да, здесь я защищена. При этом мини-шорты тебя не смущают? Нет. Юль, иди ко мне. Я это я, это идеальная фраза. Я думаю, что в каждом из образов не хватало небольших нюансов. К платью могли бы подойти эти ботильоны. Здесь, возможно, пока ты будешь в салоне красоты, я подумаю о том, чтобы подобрать колготки под этот наряд. И если ты выберешь наряд номер один, там тоже могут появиться колготки. Я подумаю об их цвете. Но именно тебе, девушке яркой, необычной, девушке дизайнеру, такие колготки носить можно. А так обычные, конечно, за телесные колготки, либо за черные. Ну что, Юль? Я готова к такому эксперименту. Мне кажется, этого пятна мне не хватало в жизни. Ну, отлично. А сейчас я очень хочу попросить тебя принять решение, что ты выберешь. Ты уже решила? Да? Да. Прошепчешь мне на ухо? Ну что, Юль, теперь мы с тобой вдвоем знаем, в чем сегодня вечером ты отправишься на свое свидание. Перед тем, как мы отправимся в салон красоты, я хочу тебе кое-что порекомендовать. Юль, сегодня у тебя очень важный день, но ты можешь не волноваться. Все пройдет хорошо, потому что теперь, помимо команды экспертов, у тебя есть еще один незаменимый помощник. Быть уверенной в себе тебе поможет дезодорант Гарниер Активный Контроль. Он обогащен натуральным минералом перлит и защищает тебя от пота и запаха даже в условиях жары или стресса на 48 часов. Гарниер Активный Контроль позволяет коже дышать и сохраняет ее гладкой и здоровой. Рекомендую. Держи. Спасибо большое. Поехали. Поехали. Смотрите далее. Можно я ей вообще брови уберу? Какие сюрпризы ждут девушку на последнем этапе преображения? Я озадачена, если честно. Озадачена не ты, еще я озадачен. Потому что я этого вообще не ожидал. Кого увидит Юля в зеркале? Только в обморок не падай, ладно? Девчонки, привет. Привет, привет. Саша. Да, вот такая у нас с вами сегодня малышка. Юль. Хорошая. Это Лена Немцева, твой парикмахер. Привет. Это Оля Романова, твой визажист. Привет. Очень приятно. Только не надо думать, что я Юлю из детского сада к нам придет. Юле 30 лет. У Юли сегодня свидание. Она познакомилась в интернете с молодым человеком. Сегодня они первый раз встретятся. Вы понимаете, наша задача превратить ее из вот этой, не знаю, ученицы начальных классов действительно в девушку, которая достойна внимания, достойна комплиментов и так далее. Супер. Оля, ты готовься, чуть позже познакомимся с Юлей поближе. До встречи. Юль, забирайся в кресло. Ну, я думаю, мне не сложно будет, потому что у Юли прекрасные волосы. Давай посмотрим. И здесь есть из чего творить. Ее надо делать женственной, красивой. И я бы даже не побоялась этого слова взрослой. Юль, взрослеть тебе надо, понимаешь? Будем? Будем. Каким образом мы это сделаем? Ну, я бы, конечно, исправила цвет. Но ты сейчас говоришь о рыжем цвете волос, потому что у нас веснушки, потому что я бы просил тебя рыжие не делать. Ну, вот я тоже тебя попросила даже не думать о рыжем, но в теплую сторону это золотистый блондин. Я бы сделала. Юль, будешь блондинкой. Да? Да. Потому что я с немцевой спорить не собираюсь. Нет, я тоже не такой нравилась. Класс. Юленька, у тебя тонкие волосы, поэтому им нужен особый уход. Что ты мне посоветуешь? Я рекомендую тебе шампунь «Лошадиная сила», бальзам и тающую маску с гиалуроновой кислотой и вытяжкой из перца той же марки. А для реставрационного восстановления я использую уникальный сывороточный реаниматор волос с кератином, который защищает волосы от химического и термического воздействия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Юля. Подожди секундочку. Я просто пытаюсь вспомнить, какой цвет волос был. Потому что, когда не можешь вспомнить, какой цвет волос был, это значит, этот цвет очень подходит, очень органично. Юль, супер! Я прям звезда. Да? Ну что? Как ты думаешь, что там за цвет? Цвет пшеницы перед скосом? Цвет солнца. Цвет солнца. Именно. Лена, рассказывай теперь ты. Юля сейчас светится, как солнышко. Да, мне хотелось уйти от этой серости, вытащить ее из будней и добавить ей праздника. Теперь действительно эта девушка праздник. Девушка праздник. И замечу, да, девушка, а не девочка. И не тетенька. И не тетенька. Лен, но если Юля сама не будет пользоваться плойкой, не сделает себе вот эти локоны, прическа же и стрижка тоже будут смотреться здорово? Да, естественно. Самое главное это правильная стрижка, когда стрижка подбирается под структуру волоса, под лицо. То есть в совокупности все это позволит легче укладывать волосы. Юль, теперь у тебя появляется новое развлечение. Это ты помыла голову, включила музыку и вот так с феном на себя дуешь и поешь, понимаешь? И тогда волосы лягут как нужно. Ну что, теперь приступаем к макияжу. Спасибо. Всего хорошего. Пока. Так, Оля, смотри, как у нас красиво все получилось. Вау. Юля на самом деле креативная девушка, работает дизайнером, разрабатывает сумки, интересуется одеждой на самом деле. Сумочки. Вот, кстати, вам будет о чем поговорить. Я хочу, чтобы ты для Юли создала дизайнерский макияж. Ну, уже сейчас я вижу привлекательную девушку. И думаю, макияжем я продолжу именно это направление. Ну, отлично. Работайте. Я скоро вернусь. Юля, перед тем, как приступить к макияжу, хочу тебе кое-что посоветовать. Для увлажнения в течение всего дня используй утром крем-мус смерть специаль с гиалуроновой кислотой. А на ночь я советую тебе крем-мус с коллагеном, чтобы кожа восстанавливалась во время сна. Секрет этих крем-мусов – уникальная воздушная текстура. Попробуй, и ты сразу почувствуешь совершенный результат. Гладкая, увлажненная и подтянутая кожа. Гладкая, увлажненная и подтянутая кожа. Юля, подожди, дай мне на тебя посмотреть. Это феноменально. Я озадачена, если честно. Озадачена не ты, еще я озадачен. Потому что я этого вообще не ожидал. Сейчас все так здорово. Солнечная девушка с потрясающим макияжем, которая готова, наконец, к свиданию. Да, очень женственная. И сразу же стало видно, какой особенный цвет глаз, какой разрез глаз. Я еще тебе скажу по секрету. Оля, когда тебя красила, ненадолго отбежала, сказала, Саша, вот ты просил фэшн-макияж, можно я ей вообще брови уберу? Честно говоря, мне очень хотелось сделать более модный образ. Потому что очень интересный разрез глаз, веснушки. И если мы говорим о фэшн-индустрии, да, мы там можем иногда себе позволить какие-то особенные акценты, например, даже в виде отсутствия, наоборот, бровей. Да, но я запретил. Я запретил, я хала, Оля, наши зрители не поймут. Давай, Юля, оставим брови. На самом деле, брови на месте. Мне нравится, какой цвет для бровей ты подобрала, потому что у Юли от природы брови очень реденькие и практически незаметные. Ты их сделала графичными, таким образом глаза выделились. Юль, ну, чувствуешь ты себя как? Непонятно, если честно, Саша. Я в невесомости. Да? Но если вы тоже хотите оказаться в модной невесомости, оказаться в наших профессиональных руках, ничего не бойтесь, приходите к нам в программу. Это абсолютно реально. Прямо сейчас отправляйте ваши заявки на участие в кастинге по адресу, который вы видите на своих экранах. И, возможно, именно вы проведете самые модные 24 часа вашей жизни с нами на СТС Оль. Спасибо большое. Поехали. Отлично. До свидания. Юль, ну ты как? Ой, Саша. У меня барабанная дробь просто. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, в ожидании. Но ты чего ждешь? Я не знаю, я боюсь, правда. Мне кажется, мне нужен нашатырь. Так, я буду контролировать тебя, не волнуйся. Угу. Но ты не пожалела, что пришла к нам? Нет. Просто вот когда я нажала клавишу «Отправить анкету», ты не поверишь, у меня просто как будто кипятком прошибло. Я думаю, странное ощущение какое-то, что оно означает. И сейчас я чувствую, что вот это действительно кипяток такой в моей жизни. Юль, я так рад, что наше шоу в твоей жизни произошло. Правда. Ой, мне кажется, я заплачу. Так, держись. Юль, мы совсем скоро остановимся у нашего легендарного зеркала. Покажу тебе, какой ты стала. И очень надеюсь, что ты себе понравишься. Я не могу на это смотреть. Вы не видите, Юля закрывает тебе лицо руками, не хочет смотреть на себя в прежнем образе. Юль, ну ты действительно вчера была вот такой. Я не хочу признавать этого. Мы с тобой уже все это исправили. Ты сейчас выглядишь по-другому, современно, свежо, дерзко. И я хочу тебе, тебя показать, настоящую. Готова? Юля трясет. Далее в программе. Перестанет ли девушка бояться своего отражения? У-у-у, меня все колбасит. Только в обморок не падай, ладно? Поверит ли Юля, что может нравиться мужчинам и как она покончит со своим унылым прошлым? Как она остервенела это делает. Ранее в программе. Александр Рогов и его команда готовят Юлю к важному событию. 30-летняя девушка, у которой никогда не было романтических отношений, сегодня идет на свидание. Наша задача превратить ее из вот этой ученицы начальных классов действительно в девушку, которая достойна внимания, достойна комплиментов. 24 часа Юля училась, как не надо одеваться. Никаких бабушкиных кардиганов. Боролась со своими комплексами. Делай все, что хочешь. Давай. Да, давай. И постигала секреты истинной моды. Детские футболочки и бабушкины кофты мужчину привлечь не могут. На свидание девушка отправится совсем скоро. А прямо сейчас ее ждет еще одно рандеву с новым отражением в зеркале. Только в обморок не падай, ладно? Потому что тут есть от чего свалиться в обморок. Юль, ну знакомься с собой новой. Это я? Я не верю. Иди сюда, мне не меня, я не могу. Юля, Юля, это ты. О, меня все колбасит. Круто. Смотри. Можно поблиться? Конечно, рассмотри, я дам тебе время. Мамочки. Юль. Ой, да подожди, подожди, подожди. Ну ты смотри. Я даже хожу, мне так страшно, как мне казалось. Вот именно, каблуки, это не страшно. Самое главное найти свой размер. Волшебник, все волшебники. Я не знала, что я могу быть такой. Волшебник, все волшебники. Я реально боялся, что мы не справимся с этой задачей. Сложно было все. Твой маленький размер, маленький размер ноги. Я боялся, что одежда совсем не подойдет. Я боялся, что ты не сможешь выйти из этой скорлупы. Но у нас получилось. Ты понимаешь? Нет, нет, нет. Вышли, вышли. Ну что? Дайди ко мне. Юля, прекрати трястись. Все хорошо. Да, все хорошо. Ну что, порвем твою фотку? Да, давай ее сюда. Где она? Сейчас. Юль, ну давай. Все, больше никогда. Хорошо? Как она стервенела это делает. Ну что, Юль, все. Все, что больше никто не видел. Больше никогда. Ты классная. Ты удивительная, уникальная. Не такая, как все. Ходи на свидание, влюбляй в себя людей. Не ограничивай себя, не лишай себя всего того, что у тебя в жизни может быть. Пообещай мне это. Клянусь. Юль, ну нам пора с тобой прощаться. Я тебе отдаю твой телефон мобильный. Я тебя отпускаю с чувством выполненного долга. Я уверен, что у тебя все в жизни наладится. Я тебе желаю всего самого замечательного. Иди ко мне. Спасибо тебе. Малышка. Самая маленькая участница нашего шоу. Преображена всего за 24 часа. Юль. Ну все, тебе классного вечера. Хорошо? Да. Пока. Юля, вернись. У меня для тебя есть подарок. Да. Я же совсем забыл. На самом деле, я не ожидал, что ты выберешь эти шорты. Честно. Но я надеюсь, что рано или поздно ты будешь готова надеть и это платье. Я понимаю прекрасно, что для тебя декольте было слишком глубоким, юбка была слишком короткой, и платье слишком креативное было для тебя вчерашней. Но для тебя сегодняшний – это платье по зубам. Я уверен. Я тебе его дарю. Спасибо. От нашей программы. Носи с удовольствием. Спасибо тебе. Спасибо, Саша. Пока. Пока. Наша маленькая Юля только что не верила своим глазам. Пыталась как будто бы себя ущипнуть, чтобы убедиться. Все происходящее – не сон. А мне кажется, она только сейчас по-настоящему проснулась. Ну а нам с вами пришла пора прощаться. Вы смотрели шоу «Успеть за 24 часа». С вами был я, Александр Рогов. До встречи на следующей неделе. И помните, мы вас любим. А сейчас, пожалуйста, не переключайтесь. Вы увидите, как пройдет свидание Юли. Я надеюсь, что все будет хорошо. Пока. Привет. Это красиво. Спасибо. Мне Юля очень понравилась. Такая красивая вышла. Я прям растерялся от неожиданности. Такой красоты. Ты сегодня очаровательный. Я от тебя представлялся совсем иначе. Ну я надеюсь, что ты не разочарован. Не, я удивлен. Боже мой. Ну как здесь фотографии. Ну да, я сегодня сама себя не узнала. Прям как фотомодель. На душе такое требование какой-то перемен, чего-то нового. Захотелось сразу все поменять. Захотелось путешествий. Захотелось дорог, новых открытий. Помимо того, что сегодня открываюсь новое я. И это волшебно. Смотрите в следующем выпуске. Наша сегодняшняя героиня Ира каждый день слышит один и тот же упрек. Ну ты же девочка. А я как мальчик, реально, блин. Я даже краситься не умею, честно. Я просто знаю, что мама у тебя прекрасно выглядит. Из-за стиля у нас очень часто скандалы, какие-то разногласия. Что она говорит? И она говорит, что ей стыдно со мной куда-то идти. Ну как может стыдно идти с дочерью? Я опять пошла. Ну хоть выпрямилась бы. Да я хоть нормально. Ира, не ходи как слон. Давай еще раз туда и обратно. И плечи выпрями. Я так грохнула. Плечи выпрями. Назад прям отведи. И на меня иди. Иду. И ножки тык-тык, тык-тык. Ой, Саша, это жесть. Ира, это лодочки. Это что? Слепоны. В руках у тебя что? Клач. На ногах у тебя что? Лодочки. А это не помню. Лампасы. Ты что ревешь? Саша, наконец ты пришел. Давай за ручку подержу тебя. Что случилось? Иголки. И опять слезы потекли, крокодили. Ну хочешь, я тебя домой отпущу? Класс. Димон. Лампасы. Продолжение следует...